За последнюю неделю вышло много различных бет iOS и также много релизов, поэтому хочется спросить у Apple Что вы творите, мушечки? Но тем не менее, давайте посмотрим на iOS 17.6.1, посмотрим что там нового, почему в целом вышла эта система и стоит ли на нее обновляться. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои из видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. В начале видео хотел бы вам показать полезное устройство для ваших ноутбуков и компьютеров. Это мини Сапуру 9 в 1 USB хаб, который существенно расширит количество портов, которые есть на вашем ноутбуке или вашем компьютере. В комплекте идет хаб, на котором есть 9 разъемов, это 3 USB Type-C, 4 обычных USB и 2 USB Type-C для быстрой зарядки любых ваших устройств. Рядом с каждым разъемом вы можете видеть тут скорость передачи указана или скорость зарядки. Этот хаб может заряжать ваше устройство со скоростью 45 Вт, ну или же 24 Вт, если вы подключаете одновременно два ваших каких-то устройства. Также в комплекте есть блок питания, который и позволит заряжать любые ваши устройства, которые вы будете подключать к этому хабу. В остальном это устройство существенно расширяет наличие портов, которые есть на вашем MacBook или любом ноутбуке. Так вы получаете не 2-3 порта, а целых 9 портов, которые вы можете использовать. Устройство очень будет полезно в работе или если вам необходимо подключить огромное количество периферийных устройств к вашему ноуту. Так что ссылка есть в описании, там можете проверить характеристики и заказать это устройство. Вернемся к 17.6.1 и начнем с веса обновления. На 14 Pro Max новая система весит 327 МБ. Очень небольшой вес, но когда у нас обновление с двумя цифрами на конце, это говорит о том, что тут у нас заплатки, какие-то исправления безопасности и больших новых фишек тут точно не будет. Поэтому такие обновы весят реально немного. Версию по 100 модуля не меняли, за последнее время это случается очень редко, но тут версия по модема точно такая же, какая была и на 17.6. Но если у вас проблемы со связью, можете написать в комментариях, как у вас ловят мобильный интернет и в целом связь. Теперь о новых функциях, которые были добавлены. Опять же, если мы посмотрим в цифры обновления, у нас тут 2 точки и 2 цифры на конце. И очень маленький вес обновления. Поэтому, конечно же, никаких больших функций, там больших изменений здесь точно не будет. Apple просто сделала заплатку для некоторых фишек и для безопасности, которая уже есть в iOS 17.6. Если мы посмотрим в релизную заметку, то обновление содержит важное исправление ошибок, а также устранена проблема, которая препятствовала включению и выключению расширенной защиты данных. В чем конкретно была эта ошибка? Если вы зайдете в ваш iCloud в настройках, то тут в самом низу вы найдете расширенная защита данных. И зайдя сюда, у вас будет описание этой функции, для чего она нужна и что она может сделать. Это, кстати, классная фича для безопасности ваших данных, которые вы храните в облаке. Так вот, тут есть кнопка «Включить расширенную защиту данных». И она у многих просто не нажималась и не была активной на 17.6. Именно поэтому выходит 17.6.1. Чтобы убрать эту ошибку, видите, кнопка «Активная», ее можно нажать и настроить эту функцию защиты. Ладно, одно дело, когда вы не можете включить функцию, но совсем другое, когда вы не можете увидеть ваши данные. Потому что если у вас эта функция была включена, вот эта защита данных, то вы просто могли не увидеть некоторый ваш контент. Например, вот человек пытается зайти посмотреть iCloud фотографии, а у него замок, и написано, что нельзя отобразить фотографии. Все из-за того, что функция работала неправильно, и поэтому доступ как бы блокировался. Сейчас уже такого нет, потому что эта заплатка снова чинит эту функцию. Также в 17.6.1 исправили некоторые баги, связанные с безопасностью, и немного подтянули оптимизацию. Но, честно признаться, на 17.6 все было достаточно хорошо и с батареей, и с анимациями, поэтому на 17.6.1 точно проблем никаких не будет ни с первым, ни со вторым. Однако остаются ли те баги, которые вы писали в комментариях 17.6? Например, один человек написал, что у него баг со звуком. Он просто не может его изменить, ни с центра управления, то есть просто ползунок не меняется. Никогда он кнопками пытается прожать и, соответственно, поднять громкость. На 14.0 Pro Max вы видите, что громкость поднимается, она реально регулируется, то есть она изменяется, это не просто анимация. Ну и, соответственно, как бы вроде проблем нет. Можете проверить у себя и написать в комментариях, остается ли у вас этот баг. Также, если вы, например, зашли на какую-то фотографию или любой другой контент, нажали на кнопку «Поделиться», было замечание, что некоторые программы тут просто неактивны. Вот, например, если я нажимаю на телегу, у меня появляется список контактов, там, список чатов с людьми, с которыми я общался. У некоторых тут ничего не появляется, то есть просто иконка есть, но она не нажимается. Ну, вроде как на 17.6.1 тоже это должно работать. Еще один интересный замеченный баг связан с клавиатурой. Если вы очень быстро печатаете, то клавиатура как бы не успевает. Она пытается быстрее набрать те буквы, которые вы нажали, из-за этого начинает подлагивать телефон, ну, выглядит печально. Я такое замечаю на iOS 18 Beta 5. На 17.6.1 не видел, вот сами можете видеть, я печатаю достаточно быстро, и телефон отлично реагирует, то есть все слово в слово, буква в букву, проблем, кажется, нет. Ваш отзыв можете писать в комментариях, пропала ли эта ошибка у вас. Еще один расширенно замеченный баг, это баг громкости. Когда вы, например, что-то печатаете, и потом в какой-то момент у вас звук печатания, вот этот щелчок, он становится очень громким. Эта ошибка тянется где-то с iOS 15. Непонятно в чем дело, но я заметил закономерность. Когда я использую микрофон, то есть я или записываю голосовое, или использовал камеру, или скинул только вызов, почему-то вот это происходит. Потом оно само по себе проходит. Получается, какой-то конфликт идет с использованием микрофона. Как решить эту проблему непонятно, и похоже, этот баг будет продолжать жить с нами. В остальном 1761 работает очень неплохо. В плане анимации, в плане того, как отрабатывают все эти анимации, страницы, которые открываются, никаких проблем не замечено. Уведомления в нормальном своем внешнем виде, центр управления опускается и работает как нужно, ну и все анимации следуют за пальцем. Нагрева на устройстве нет, батареи спокойно хватает на день активного использования, даже учитывая, что если мы зайдем в состояние 14-го Pro Max аккумулятора, то вы можете видеть, какой процент тут остался. То есть батарейка уже действительно подсаженная, но телефон стабильно работает один день. Более-менее активного использования там по соцсетям, различным приложениям, но не играм. Имейте это в виду. Если вы будете играть, конечно, батарейка будет садиться быстрее, и нагрев, конечно, скорее всего, тоже будет. Так что если вы на любой из версий iOS 17, конечно, стоит обновиться на 1761. Тут действительно все достаточно неплохо и с производительностью, и с батареей. Ну и плюс к последним версиям каждой версии iOS Apple как бы допиливает оптимизацию и производительность своих систем. На этом все, ребята. Вот такое вот получилось обновление. Надеюсь, еще какая-то iOS 17 выйдет, потому что есть еще ошибки, над которыми нужно поработать. Ну и в календаре еще много времени до конца сентября, когда должна выйти iOS 18. На этом все. Буду очень рад, если поддержите видео, пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.